Когда МФЦ открывали по всей стране, на выбор им предложили две модели устройства – муниципальную или региональную. Нижегородская область выбрала первый вариант. Со временем все больше МФЦ от муниципальной модели стали отказываться в пользу централизации, чтобы на уровне хотя бы своего региона привести все к единым нормам. Наша область тоже пошла по этому пути, и в июне процесс завершили, все учреждения стали единым центром. Но в Сарове реструктуризация привела к тому, что часть сотрудников решила уволиться. Дело в том, что для многих районов области нашего региона было принято решение увеличить график работы МФЦ. Многофункциональный центр тоже не может работать до 5-6, потому что люди тогда просто сюда не успевают. В связи с этим в крупных районах решение принято такое, что все выравниваются под центральный город, под Нижний Новгород, и предполагается график работы с 8 до 8 ежедневно, без обеда и половина дня субботы. Такой режим работы предполагает при 40-часовой рабочей неделе плавающий график для сотрудников. Многих работников такие перемены отпугнули. Плюс был неясен вопрос заработной платы, потому что ее тоже приводили в соответствие с принятым в регионе уровнем. В итоге людей стало не хватать. Возникали очереди, саровчане по несколько часов ждали, чтобы решить свои вопросы. Пока проблема с кадрами не закрыта, МФЦ в Сарове вернулся к прежнему графику работы. Как только будет наполнен штат сотрудниками, то есть мы не можем говорить, когда этот норматив по наполнению штата мы выполним. Если это будет завтра, безусловно, я думаю, что вернуться к рассмотрению графика в прежнем режиме мы сможем в более кратчайшие сроки. Если этот процесс несколько затянется, то в любом случае мы к этому вопросу вернемся, но несколько в более поздние сроки. Сейчас идет набор сотрудников. Областное руководство ведет переговоры с ВУЗами, чтобы закрыть кадровый вопрос. Принимают людей без опыта работы, обещают всему научить. Помимо трудностей, реструктуризация принесла с собой ряд положительных моментов. В том числе это расширение перечни услуг, которые будет оказывать МФЦ в нашем городе. Есть еще ряд услуг платных, либо дополнительных, бесплатных для граждан, которые будут, естественно, здесь применяться, так как применяются уже на территории всего региона или части региона. То есть мы это тоже распространяем везде. Как вариант могу вам сказать, что это, например, там полис обязательного медицинского страхования. В Нижнем Новгороде мы делали это очень давно. Будем распространять это на всех. Также обещают заменить пришедшую в негодность технику и мебель. А вопрос с обеспечением бесперебойной работы многофункционального центра держит на контроле администрация города. Встречи с областным руководством проводит и сам глава города Алексей Сафонов и его заместители. Я хотел бы обратиться к жителям города Сарова с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Могу заверить, что администрации города Сарова этот вопрос контролируется совместно с руководством многофункционального центра. Еженедельно, а то и по несколько раз в неделю проводятся соответствующие совещания. И надеюсь, что в ближайшее время работа многофункционального центра города Сарова, она нормализуется. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24. Продолжение следует...